К театру имени Луначарского эти мультяшные персонажи прилетели, прискакали, прикатили. Здесь и волк, и семеро козлят, и Карсон, который живёт на крыше. Прямо на площадке разыгрываются сцены из мультфильмов. За домовёнком Кузи гонится Баба-Яга. Инна Бондарец, создатель образов, корпела над костюмами не одну ночь. Продумана каждая деталь – от конфеты баранок до лапти на ногах. В главной роли её пятилетний сын Ваня. Бабу-Ягу играет его двоюродный брат Саша. Всё дело с подручных материалов, образы приходили во время процесса. То есть спонтанно всё шила сама, машинки нету ночами. Семья Вербинских уже сторожилы конкурса. В прошлом году даже победили. В 2015-м воссоздали свой любимый мультфильм «Волшебник изумрудного города». Папа-чародей, а в главной роли, конечно, дочь Полина. Я сам волшебник Гудвин. Дочка у нас девочка Элли с татошкой, жена фея. Ну и плюс нарисованные сказочные персонажи в виде железного дровосека, страшилы, льва и летающей обезьянки. Композиция сделана из различных материалов, преимущественно из картона, из материи. Делали несколько недель по вечерам после работы. Лучшую коляску выбирала компетентная жюри. Работы оценивались по четырём критериям. Оригинальность идей, качество исполнения, целостность композиции, соответствие названию. Конкурс проходил в двух номинациях – «Основной парад», «Детки до трёх лет» и «Мини-парад». В последнем приняли участие ребята дошкольного возраста со своими игрушечными колясками, самокатами и велосипедами. Цель мероприятия – продвижение семейных ценностей. Креативных родителей у нас очень много, фантазийных родителей у нас очень много. Они с восторгом воспринимают эту информацию, очень ждут. Каждый год с января месяца мне начинают звонить, писать девочке, уточнять, будет, не будет, когда, что. То есть они очень ждут парада. Это радость детям, семье. Живём в сложное время. Очень хочется радовать не только себя, не только малыша подарками какими-то, но и действительно детским праздником. Семья Демидовых участвует в параде колясок впервые. До этого два года были зрителями. И на третий всё-таки решились. Образ персонажа вынашивали месяц. В главной роли – их сын Лёва. Он – хитрый сыщик, который пустился на поиски бременских музыкантов. Правда, сейчас юный агент остановился перекусить, но после снова пойдёт по следу. Это один из любимых мультиков сына моего Лёва Александровича. И мы поэтому выбрали сегодня этот образ. Папка сегодня за ночь сколотил этот автомобиль. Тут рейка деревянная, картон, плёнка, аракал. Ну и фонари тоже тут, пластик. Имитация огня сделали. Дебют семьи Демидовых стал триумфальным. В основном по ради колясок их работу признали лучшей. Елена Карнухова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.